лютые истории тут всего два правила слушаешь несколько историй пишешь в комментариях чья история тебе понравилось больше всего через неделю по вашим голосам мы определим победителя и объявим его у нас в инстаграме я не знаю насколько она правдива но она ходит в футбольном мире вот и честно говоря я знаю только что это наш украинский футболист но я не знаю с какой команды вот и как его фамилия ну короче вечер он приходит к девушке после какой-то гулянки погулял выпил чуть-чуть и приходит горит свет выключен все такое романтическое горит глазки у девушки горят рит вижу там в конце комнаты у собаки глазки горят горит все красиво типа она говорит ну раздевайся заходи проходи то я пока в душ скажу ну горит я пока там разделся все дела горит и прикрутила мне в туалет я начал стучать в ванную типа и попросить чтобы она быстрее выходила оттуда потому что справить нужду надо вот но она не выходит пять минут десять-пятнадцать вот и он решил справить нужду посреди комнаты и выходит она и говорит что какой-то запах неприятный как будто говном воняет а он говорит типа и так это это собака походу насрала говорит что конченый говорит она не настоящая ритыш окончены она не стоять чудак типа после гулянки пришел бухой я не знаю кто додумается насрать но хотя честно знаю футболистов некоторых но это вполне возможно но отвечаю что такая история ходит но я честно я не знаю насколько она правда но она есть я выбрал своих фаворитов в еврокубках и зарядил на их победу я искренне хочу чтобы зина поднял кубок лиги чемпионов у себя над головой в лиге европы буду болеть за вильяреал этому видео почти два месяца и обе команды за которые мы болели вышли в финал уже 26 мая вильяреал сыграет против манчестер юнайтед а 29 манчестер сити зиной сразятся против челси ну а для того чтобы финалы смотреть было еще интересней можно на них и денег зарядить если взять победы в матчах вильяреал и манчестер сити коэффициент выходит больше четырех риск оправданный тем более паре матч можно получить еще и отличный бонус под этим видео в первом закрепленном комментарии лежит ссылка обязательно зарегистрируйся только по ней и тебе придет до двух с половиной тысяч гривен которые ты сможешь зарядить на финал не упускай отличную возможность поднять деньжат на ровном месте и с двойным интересом посмотреть финалы турсунов дима турсунов это было на моих глазах я надеюсь что в далекой дании нас никто смотреть не будет кубок кремля я еще молодой не состоявшийся это год наверное шестом наверное шестой год кубок кремля я прошу квалификацию что-то в этом роде турсунов должен играть с кентом карлсоном а кеннет карлсон это издание теннисист он стоял там даже в районе 50 но у нас есть не сидит вот кровь супа стыше да и вот у них есть свои мульки которые не делают человек который отрывает 13 маленьких кусочков тейпа тейп это вот изолента который заматывает там кисти вот потом все делает одну линию потом отрывает еще 13 кусочков делать вторую линию то есть вот у него вот это вот мулька там он шесть раз умывает руки ну каждого свои причуды и у него значит должно быть в сумке всегда там вот такое количество воды такое количество напитка спортивного такой крышки у него все должно по полочкам он ходил там с двумя сумками и вот дима трусунов заходит а он как раз до матча в на кубке кремля эти по трибунные помещения раздевалки очень маленькие не все по трибунных помещениях то они такие сжатые очень карлсон поставил свои бутылочки все так ровненько он их всем досыпал этим порошочком на положил сумку и пошел в туалет и тут заходит трусунов он проходит мимо просто сумки видит корас массу он бьюз на бутылку вы просто его бросает стояли ни в туалет а в мусорный идёт дальше вообще даже не задумываясь я сижу в раздевалке готов着 матчу я это все вижу ноуткие στην он приходит кажется ну типа это все их вызывают на корт он берет эти сумке идет на корн а он вернее у него одна огромная сумка и шесть ракеток он он так вот как бы одну на одну вставлял до одно убрал за ручку и шесть ободком туда 5 проезжал и он Он выходит на корт и говорит, ну дай, думаю, пойду посмотрю, что ж там такого будет, ну типа, выбросишь, что ж случится. Мы все в курсе, что у Карлсона вот такие вот сдвиги, да, что он именно, как-то вот, у него зафиксировали что-то, и он это должен сделать, иначе как бы он вообще не может существовать. Мы идем, поднимаемся, они играли на первом корте, это можно было, типа, смотреть вот там, где у нас сделано Practice Desk, да, он типа на втором этаже. Оно все открыто, оно все нам построено, условно. И у нас, как бы, тренировочные корты были на втором этаже, да, с таким балкончиком, и с него можно было смотреть на первой корте. Мы приходим, Карлсон, как бы, ставит это и начинает вынимать воду, там, 2, 4, 5. Начинает рыться, не находит, просто выпотрашивает сумку наружу, не находит воды, а судья, типа, ну, типа, надо уже начинать матч, они начинают, а, 6-0, 3-0, отказ. Карлсон просто не может играть, вообще, вот, он просто, психологический чувак, просто не может попасть в корт. Я сижу в раздевалке, а мне играть надо было, там, через матч, после них. Я сижу в раздевалке уже, когда мы ушли, потому что понимали, что там вообще будет разгром, заходит Турсуна, впервые бегает в раздевалку, смотрит на меня, говорит, не говори ему. Я просто, то есть, просто такой раздевалчик, я такого вообще не понял, то есть, это, ну, на самом деле, потом, конечно же, со временем, я понял, Карлсон, он играл в финал в Токио, это сейчас пятисотка у нас там, большой турнир в Токио. Он сыграл один раз в год в финал на этом турнире. На следующий год он вернулся, у нас же всегда одни и те же гостиницы. Он вернулся на этот турнир, но он не помнил номер своего номера в гостинице. Он менял 12 раз номер, пока у него вид из окна был примерно такой же, как в прошлом году, чтобы достичь того же результата. Он проиграл в первом круге. То есть, это, там есть реально, есть очень интересные персонажи у нас. У него, я не знаю, я даже не знаю, есть ли какие-то болезни, которые вот на это так фокусируют на вещи. Я с ним общался, он абсолютно актуальный, нормальный, но он даже сейчас там, по-моему, тренирует Кубок Дэвиса Дани, или что-то такое. Но вот такая мулька была, и это было на моих глазах, я еще был молод, и я такой думаю, нифига себе здесь тусовка. История про Мишу. Ну, один раз, когда был в Карпатах, тогда была такая славетная эра Коннова, Олега Георгиевича, когда он команду выявил в Лигу Европы, хорошие результаты показал в Украине. У нас такой хороший, рабочий, насиченный тиждень, и тут ридко что подало, потому что было две игры на тиждень, два вихедних. Ну, а Миша на Закарпатте мав хорошие связки с дьюти-фри, как он сказал, дьюти-фри. И тут еду Федя, братан, тебе что-то надо привезти, типа давай, там что, говорю, Мишанька, что есть? Кажет, что есть? Мартини Асти, Грейгус, что-то там, то-то-то-то-то-сё. Ну, пацанин дал ему заказ, там, голодюг, худобяк, ажамовый, там, я дав. Его привозил на базу заваленный полный багажник, весь салон, той гольф, чуть ли там, цей арки не тре, колеса не труть. Приезжает, ну, и так, пацанин все привозил, нет, тут он в таком плане красавец, то, что он обещал, все привез. Но думаю, кинул, что на всякий случай, девять литров закарпатчского, знаешь, такие великые, цеплопластиковые литражки в канистрице, и привез, а у нас, как раз, был в следующий день спокойно, там, через два дня вихедних тренирование, и потом банка. Ну, и пацаны поднялись наверх, чтобы Міша принес, чтобы попробовать закарпатское воно. На наступный день команда приезжает, и майже вся команда понос, понос, не выходят на тренирование, доктор в шоке, приходит до кона, он говорит, что не знаю, что типа это, и сразу подняли кухню, что там ели, что там это, что там это, а вы где в месте ели, а что там жители готовили, все. Потом глубже копнули, оказывается, все стрелки сходятся на Михаила Михайловича. Ну, Олег Георгиевич вызывает Михаила Михайловича, и говорит, Мишаня, ты что сделал? Мишаня говорит, я ничего не делал, говорю, что не делал? Он говорит, что с командой сделал? Я тебя больше домой не отпущу, ты у меня будешь сидеть на базе жить. А Мишаня говорит, Георгиевич, я что виноват? Вот глянь-то коняка Федя, глянь-то подисти у него, Федицкий. Я нормально проружу, а я что виноват, что в тех труб, которые в желудке слабые. И все. Георгиевич, ты посмеялась, и говорит, Мишанька, ты пацан хороший, ну давай с этой твоей транспортировкой, это контрабанда и Ужгород-Львов, что ты привозишь там. Мишаня говорит, да, хорошо, а вам что-нибудь надо, что привезти еще? И тут так посмеялась, такая, интересная история. Не штрафанули его, нет? Нет, 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 у нас такие часы были хорошие, что там за такие на штрафала, адже Коно, он та людина, яка такую дружную атмосферу воспринимала нормально, он знает, чем Миша, какой он есть, то... Ребят, не забудьте оставить свой голос в комментариях за того, чья история вам понравилась больше всего. И обязательно поставьте лайк или дизлайк, чтобы мы понимали, зашел ли вам новый формат. Ну а если вы этим видео еще и со своими друзьями поделитесь, например, в инстаграме, это вообще миллион к вашей карме зачтется. Всем благодарочка! Лютые истории